Значит, хочу рассказать сегодня о своем опыте год без сахара и без сладкого. Как я исключила для себя все сладости, весь сахар. И какие были у меня эффекты с этим связаны. Так как, видела уже в интернете, некоторые рассказывают. Значит, исключила я все сладости, все конфеты, всю выпечку. Даже не ела сухофрукты, ни изюм, ни сок не пила. Ничего, все, что могло иметь скрытый сахар, тоже исключила. Ну, конечно, если в колбасе есть сахар, ее никак не исключишь. А в таких сладких сладостей исключила. Ни конфеты, ни мармелад, никакие. Вот, потом, значит, какие у меня были положительные в связи с этим результаты. Значит, кожа стала более чистая. У меня чуть-чуть есть высыпания, вот, как акне. И в течение двух месяцев, просто я забыла, что такие высыпания. Что такое высыпание, в течение двух месяцев не было ни одного. Мне было это удивительно, в течение первых двух месяцев. Потом, значит, еще какие положительные были, может, для кого-то, для кого-то нет. Но, значит, я очень похудела, так как это было... Включив все сладкое, я скинула, ну, немало килограмм, больше пяти килограмм. И вот так. Также, что хорошего в этом было, что хорошего, что, например, я увлеклась выпечкой тортов, так как мне хотелось сладкого постоянно. Ну, снов не было, не снилось, не было ничего сладкого. Но все-таки хотелось сладкого. И, значит, я увлеклась тортами. Сначала я смотрела эти торты на ютубе, как их украшают, как их делают. И потом потихоньку начала заказывать на Алиэкспресс все эти насадки, все примамбасы и для мастики. И кремовые научилась делать торты, украшать их. И с удовольствием начала их делать. И люди отмечали, что особенный вкус какой-то у тортов. Очень они вкусные. Вот также, что из положительного было, что постоянно надо было себя контролировать. Не попробовать, например, что-то сладкое, когда другим готовишь. И как-то это положительно. Я думаю, что больше вырабатывается сила характера. Также, что было еще? Какой был симптом у меня с таким связанный? Мне кажется, это была все-таки нехватка глюкозы, так как иногда у меня начинала кружиться голова. Особенно в общественном месте хотелось скорее уйти куда-то там. Но долго не находиться в таком влюдном-влюдном большом месте. Потому что, видимо, не хватало глюкозы. С тех пор прошло два года, как я уже начала опять кушать сахар, сладкое. И, в принципе, теперь легко получается, чтобы сдержаться. Больше стараюсь не перебарщивать, не, как сказать правильное слово, не экзажеры, не стараться немного, не употреблять много сладкого. Также, что я чуть-чуть поправилась с тех пор, потому что без сладкого, конечно, были одни кости. Кожа это кости. Вот так вот чуть-чуть. После этого поправилась. Если кому-то был интересен этот опыт, ставьте лайк. Всем хорошего вечера, дня. Пока-пока.